Здравия Залаев! Сегодня проводим опыты БГТ с мотором постоянными магнитами. Значит, что мы имеем? Моторчик, как я его померил по счётчику, 110-115 ватт. Маленький маховичок. Что ещё? Ну и реле, конечно, без реле не обойтись, так как без разделения энергии не выходит. Это вы понимаете. Кто смотрел ролики-то, понял это уже. Значит, что получается? Я хотел его сделать на АКБ. Но чтобы он сразу, как говорится, и крутился, дорежал АКБ. Но так не выходит. Потому что разница напряжения с АКБ подаётся до 12, а тут на выходе через реле, когда я мерил, от 6 до 8. Видите как? То есть этот мотор также придётся сделать по схеме. По схеме. Как и вот тот вот Союз. И желательно вот этот на 100. Видите? Маленький. От чего я его взял? От этого. От автомобиля. Там есть радиатор охлаждения. И вот он вырабатывает ток. Значит, тут придётся так же ставить АКБ, одно, инвертор. То есть много лишних получается инвертор. И на выходе АКБ. Но это можно применять уже в ближайшее время, так как как на БГТ Союз тут не надо здоровых аккумуляторов. Достаточно пара аккумуляторов. Амперная. 10 на 20. На 20 где-то. 2 на 21 на вход. И на выход. Ну вот поработает где-то. Часов 10 на одном. Потом на другом. Переставил на другом. Это значит такую систему можно применять и в автомобиле. В принципе. Он будет крутить. Вот здесь у него колёсико маленькое. Он может и большое крутить. Давайте запустим. Посмотрим. А потом обсудим. Что показали расчёты. Так. Включим это. Мультиметр для замера. И включим разве. Что мы видим? Соблюдает. Вращение, видите, не прекращается. Хотя стоит. Вращение. Вращение. А вращение не прекращается. Что мы увидим по вулкам. Максимально где-то 6,88, минимально 5,5,5,5,7, запишем эти данные. Здесь мы будем 60, 8,5,ージам того ситов. Максимально, это 6,88, минимально 5,5,6,8, минимально 5,5. Уже понятна все. И максимально 5,5. Вернее, минимально 5,5. Минимум 5,5. Давайте еще разу проверим, чтобы убедиться. Видите, то же самое. Всем даже. Семь, вот сначала, да, максимально 7, минимально 5,67. Максимально 7, минимально 5,67. Давайте, почти у него не заведлялся. Видите, это у него идет всплеск раз в несколько секунд. Вплеск, потому что он своей энергией накопленный. Обратно считает. Но это не будем считать, так вот это еще надо все это как замерять. Мы будем считать вот это вот. Сейчас посчитаем. Значит, у нас вот 7 даже переправим. 7 было. А тут 5,6. 5,6. У меня тут вот записано, значит. При 10 вольтах он берет 106 ватт. А при 7 тут все чисто идет по формуле сила тока прямо пропорциональному напряжению. То есть, значит, 10 делим на 7 и делим на 100. Сколько тут? 106 привести. И все это, цифру эту делим на 106. 106. Делим на 1. 11428. 74,29. То есть, 74 ватта получаем. 74 ватта. Максимальная. 74 ватта. Но так как он идет, значит, четверть тока. 1,1 секунды он включен. А 4,1 секунды. 4,1 секунды. Он стоит, ну, питание не поступает. То мы 74 ватта делим на 4. То есть, 18,5 ватт. Затрат 18,5 ватта. Он затратил. Так. А далее... Ну, по минимуму, когда, значит, выключен, он дает 5,6 ватта. Смотрим. 10 разделим на 5 и 0,6 ватта. Получается 1,785. 1000. Так. Теперь, значит, 106 нам известно. 106. Делим на 1,785. 8 и 5. Дальше не будем дробить. Я думаю, что смысла, видите, смысла нет. Как бы забегать в эти дроби. То есть... Ну, это ни к чему, я так думаю. Мы не будем уж так все на микроны. Тут это нет необходимости. 59, видите? 59... 59 ватт. У него. 59 ватт. Но... 1,1... Он отключен. То есть эти 59 ватт мы не получаем. А 1,1 мы видим в 18,5 ватт. Значит, что делаем? Вот эту сумму, 59, и отнимаем... Отнимаем 18 и 5. Получаем 40 ватт и 88. 41 ватт. То есть... 41 ватт. Так. А затраты, вы видите, 18,5. Вот они. 18,5. 41... Делим на 18,5. И помножаем на 100. То есть в таком варианте КПД этого устройства. КПД. Как вы видите... 221,6. Ну, 221. 221 процентов. Проценты. Так. То есть смысл есть дальше. То есть смысл есть продолжать дальше. Почему? Потому что я вам объясню. Если у нас 100% КПД... Этого мало. Понимаете? Это получается, допустим... 100% взял... И вернул в движении 100%. Ну, движением вернул, допустим. Это двигатель. Он вернул движением. А на второе движение нету. Значит... Чтобы сделать БТГ... БТГ... Лучше всего должно быть... 200%. Тогда мы 100% от 200% вернем обратно. И получаем за двигатель, который не тратит топливо. Понимаете? Ну, чтобы сейчас лучше поняли... Мы сейчас зарисуем это все. Может, кому схема пригодится. Сейчас я зарисую. Так, это уберем. Зарисуем в этом... Поинтик. Проще рисовать, проще. Значит... Значит... Вот... Мотор... Это обозначим вот так. Мотор с постоянным магнитом. ММ. Мотор с постоянным магнитом. ММ. Так обозначим. И на нем небольшой маховичок. Для чего маховичок? А чтобы когда... Реле отрубает... На 0,4 секунды... Сильно не терялась скорость. И она, видите, теряется только как вы здесь увидели. Вот. 7, 5,6. То есть я скажу... 7... Разделим... На 5,6. На четверть, видите. 1,25. Теряется на четверть. Всего. Благодаря этому маховичок маленький. Но... Конечно, в дальнейшем это надо большой мотор. И маховичок большой. Ну, в Китае есть такие моторы. Магнитный именно надо. Магнитный. Мощный. То есть... Двигатель с постоянными магнитами. Без щеток, без ничего. Только магниты там. И ротор. Магниты вместо электромагнита. Магнит. Значит, вот... У нас это, значит, колесо. Маленький маховичок. Для того, чтобы... Держать... Ток. В то время, когда система отключается. И вот тут вот... Делаем реле. Реле. Реле здесь ставим. 0,1. 0,4 секунды. 0,4 секунды. 0,1. Десятая секунды. 0,4 секунды. Она значит мощный выпрямитель. Вот выпрямитель. Он будет питаться от инвертора. Вот ниже инвертор. И батарея. Здесь не надо большой, как в той. Маленькая батарейка. А вот здесь на выходе. Ещё будет батарейка. И получается. Значит так. А вот он 18 Вт потратил. Вот. И выдал вот 40. Потому что втройне. Три раза. Три раза где-то. Сейчас скажу. 40 на 40 у меня написано. 41. 41 Вт. 41. 41. Значит делим. 41. То есть делим на 4. По 10 Вт. Нет. Не по 10. Неправильно. 41. 41. Да. 41 всего. По 10 Вт он выдаёт. 41. А всего 41. 41. 41. 41. 41. 41. 41. 42. 42. 43 Вт. Вот это можно пользоваться. 41. 41 Вт. 44. 41. 41. 42. 42. 42. 43. 45. 42. 43. Годится, как я сегодня ее впервые запустил, для дальнейшего испытаний, для усилений и для дальнейшего пользования.